Я предлагаю первым воспользоваться этим правом Веронике Крашениковой. Вероник, давайте попробуем сразу понять, есть ли в реальности у нас антиамериканские настроения в обществе. И что это такое? Кого мы не любим? Мы не любим американский народ или мы не любим американскую политику? Политику американского государства? Очень важные различия вы проводите. И, конечно же, нужно отделять американский режим от американского народа. И совсем недавно мы видели материальное подтверждение вот этой пропасти между обществом и режимом, когда американская общественность, а также британская, смогла остановить военный удар по Сирии своими протестами. К этому подключились и народные представители в парламенте. Но термин, вы знаете, антиамериканизм, он отдает какой-то бытовой ненавистью. Я думаю, что идут совершенно другие процессы. На самом деле идет осознание истинной сущности американского режима. И этот процесс идет и в России, и в мире. И если мы посмотрим цифры социологических опросов, то, собственно, и в других странах... Картина похожая? Абсолютно. Похожая. То есть все понимают, что декларации на словах одно, а на самом деле американцы преследуют совершенно другие цели и делают совершенно обратное. Именно так. И под покровом, под прикрытием продвижения демократии, защиты прав и свобод, борьбы с терроризмом ведется совершенно другая политика. Если у вас нет демократии, мы летим к вам. И в последние годы прозвучало особенно много разоблачений. Ну, конечно же, эффект накапливался. Это и Афганистан, это и Ирак, и Ливия, и Сирия. И разоблачения Джулиана Ассанжа, Меннинга, Эдварда Сноудена. Все это накапливалось. И вот сегодня мы имеем вот такие результаты социологических опросов. Дело в том, что история не началась с закона Адима Яковлева. Закону Адима Яковлева предшествовали нерасследованные дела, ненаказанные родители, дети которых погибли. Закон Адима Яковлева стал следствием всех тех случаев, которые не были в Соединенных Штатах расследованы. Мы независимы, мировые, гражданские, гражданские. Это не было ради, Майк. Необходимая реакция. Не забывали о Америке. Уезжаем из Киргизии. Кстати, это правда. Вот вы знаете, друзья, вот куда бы они не вошли, даже вооруженным путем, да, то есть вот куда бы ни заходила американская армия, они стараются как можно быстрее оттуда уйти, передать все управление местным администрациям. Они там не остаются. Киргизии еще не уехали, они пока переименовывают в различные гражданские центры. Затем там масса спецподразделений, которые готовят американские инструктора. Так что никуда вы из Киргизии не уходите. Сейчас, сейчас, Владимир. Не на зло вопреки, господин профессор. Я думаю, что было очень много позитивных публикаций об Америке и в конце 80-х, после, с началом перестройки, и на протяжении 90-х. Но мы не получили ответа на это. И я абсолютно согласна с тем, что сотрудничество, взаимопонимание может быть между народами. Вот между людьми, конкретными людьми, обычными людьми, нам делить абсолютно нечего. Но на уровне систем и с американским режимом взаимовыгодно сотрудничать невозможно. Нет такого режима у американской системы взаимовыгодное сотрудничество. Вы либо подчиняетесь и выступаете каким-то партнером, мальчиком на побегушках на разных уровнях. Но никто, если это не отвечает американским интересам, но категорически важно для России как-то наркотрафик, Соединенные Штаты все равно это делать не будут. Сколько раз российские дипломаты и российские ведомства поднимали вопрос об эффективной борьбе против наркотиков. Но нет, они отказываются включать борьбу против наркотиков в мандат ООН, на основе которого там войска-то и находятся. И они категорически, я собственно сама проводила интервью и с управлением США по борьбе с наркотиками, и НАТО. Ну а почему, почему, почему? А им все равно. Я понимаю, нет, но они чем-то это должны объяснить. Они говорят, это не наша функция, мы этим не занимаемся. Добрый вечер, меня зовут Алла. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Так, есть ли смысл, польза в том, что две такие большие, сильные страны соперничают друг с другом? Спасибо. Да, пожалуйста, Вероника. Значит, и, конечно же, мы соперничаем на уровне систем. Поскольку от нас хотят подчинения, чтобы не разочаровываться в нас, да? Да, разочарованием вы это называете. То конкуренция неизбежна. Мы никогда не будем такими, как Соединенные Штаты. К счастью для нас, никогда они от этого, этого от нас не добьются. Однако здесь что очень важно? Чрезвычайно важно понимать, что такое Соединенные Штаты, как они функционируют, как они ведут свою внешнюю политику. Когда вы садитесь за шахматную доску мировой политики, необходимо знать, как ходят фигуры. Какие партии были сыграны в прошлом, для того, чтобы не повторять ошибки, для того, чтобы не иметь иллюзий. Все, что Соединенные Штаты делают сегодня в отношении России, в отношении нашего пространства, они уже делали когда-то в других местах. На самом деле инструментарий внешней политики Соединенных Штатов ограничены. Эти инструменты используются в разных комбинациях. Вот в этом году в Москве вышли две замечательные книги. Называются «Убийство демократии. Операции ЦРУ и Пентагона. Впияние Соединенных Штатов». Это книги американского автора. И вторая книга – это международный коллектив авторов, 23 человека. От антиамериканских авторов. Это наиболее содержательные... Подожди, а авторы кто? Американцы или это наши граждане? Автор первой книги – американский историк. Авторы второй книги – от Калифорнии до Красноярска располагаются. 23 человека. Специалисты по своим странам. Так вот, нам все равно нужно будет взаимодействовать с Америкой, и Америка будет долго существовать, и мы тоже. Поэтому нам нужно их знать, нам нужно их изучать для того, чтобы сотрудничество может быть когда-то в будущем, и мы тоже могли настроить. Но необходимо очень серьезная база знаний.